Всем добрый день! Сегодня я хочу рассказать вам о том, как правильно подобрать кашпо или горшок для вашей орхидеи. Прежде всего, вы должны понимать, что орхидеи по образу жизни делятся на два типа. Первый тип – это эпифитные орхидеи, которые растут на стволах и ветвях деревьев и питаются минеральными органическими веществами, содержащимися либо в воздухе, либо в корее этих деревьев. Прежде всего, к ним относятся фаленопсисы. Это самые распространенные орхидеи, которые мы можем купить сейчас на полках наших с вами магазинов в садовых центрах. Также к ним относятся дендробиумы. Вот здесь у меня два таких дендробиума. Котлеи и множество других видов орхидеи. Второй тип – это литофитные орхидеи. Они растут на камнях и скалах, и к ним относятся бросоволы, ангрекумы, цимбидиумы и другие цветы. Такие орхидеи по типу других комнатных растений живут в грунте, приближенном к земле. И питаются полезными веществами и влагой из самого грунта, из земли. Соответственно, уже исходя из того, к какому типу относятся ваши орхидеи, вам нужно и подбирать горшок. Также и грунт нужно подбирать в зависимости от того, к какому типу относятся орхидеи. Но про грунт я расскажу вам в следующем ролике. Сейчас вернемся к горшкам. Так вот, для любых эпифитных орхидей нужны горшки прозрачные. То есть, либо пластиковые вот такие вот кашпо с прозрачными стенками. Либо вот такие вот стеклянные горшочки. Они должны пропускать свет для того, чтобы он поступал к корням. Корням необходим свет. Если мы рассматриваем с вами пластиковые кашпо или горшки, тогда смотрите, какая есть разница. Для орхидеи существуют либо горшки вот такого вот типа, как у меня сейчас в руках. Они похожи на обычные горшки, конечно же прозрачные. И вот здесь у них есть поддон встроенный. И в нем дренажные отверстия, чтобы лишняя влага уходила. Потому что застой влаги для эпифитных орхидей непереносим. Все дело в том, что все эпифитные орхидеи лучше поливать методом погружения их в питательный раствор. То есть, вы добавляете в воду какое-то удобрение или подкормку и замачиваете их. Когда их пора поливать, легко определить. Допустим, от уфалинопсиса корешки становятся серо-серебристого налета. Это значит, что орхидею пора замочить. И как только корешки у вас напитаются влагой, они снова станут вот такого зеленого цвета, как здесь. Это значит, что пора вынимать орхидею, подождать, пока лишняя влага с нее стекет. И уже дальше опять помещать в декоративное кашпо, чтобы она там дальше стояла у вас. Здесь и кроется основное отличие горшка и кашпо. Вот у горшка есть дренажное отверстие и есть вот этот вот поддон, куда лишняя влага стечет. А кашпо для орхидеи, оно продается без дренажных отверстий. То есть это просто декоративное кашпо, вы замочили вашу орхидею где-то в другом месте, подождали, пока с нее сольется лишняя вода, и уже тогда помещаете ее в декоративное кашпо. Сажать ее напрямую вот в такое кашпо нельзя. Помимо вот таких горшочков, есть горшочки еще вот такого типа, они состоят из двух частей. То есть один это вот уже горшок, в который можно посадить орхидея, и другой вот заменяет это декоративное кашпо, в которое сажать орхидею напрямую нельзя. Здесь у него имеются и дренажные отверстия, и вот такие вот удлинения, благодаря которым, то есть вот может поступать влага, если она хранится у вас вот здесь. То есть, допустим, если вы уезжаете куда-то далеко, например, на дачу на несколько дней, или может быть даже на неделю, вы можете вот сюда вот залить водичку, и она через вот эти каналы будет поступать к самому грунту и к корням орхидеи. То есть вот здесь вот можно влагу содержать. На мой взгляд, это самые подходящие горшки для орхидеи, именно пластиковые, потому что они легко моются, легко их поменять, то есть из маленькой орхидеи пересадить в большую, и потом, когда вырастет, пересадить еще в большую. Очень большой выбор на рынке сейчас вот таких вот горшочков. И они бывают не только прозрачного цвета, они бывают еще всякие цветные, вот типа таких. Обязательно прозрачные, но с каким-то декором. Выбор очень огромный. Это уже выбирайте сами, в зависимости от того, какой у вас дизайн, какого цвета вы хотите горшочек. Но вот пластиковые горшки по мне предпочтительнее. Стеклянные горшки, такие вот тоже прозрачные, пропускающие свет, конечно, тоже подходят для эпифитных орхидей. Единственный их недостаток, это то, что они все-таки могут разбиться, если упадут. И они достаточно тяжелые и дороже все-таки. Они, конечно, стоят дороже, но и выглядят лучше, чем пластик. Это что касаемо горшков для эпифитных орхидей. И теперь давайте поговорим об орхидеях, которые литофитные. Что касается литофитных орхидей, их можно высаживать как в пластиковые горшки, так и в керамические горшки. Как в высокие, так и в широкие, в зависимости уже от того, какая корневая система у вашей орхидеи. Пластиковые горшки им подойдут любого цвета, абсолютно непрозрачные. Точно так же, как керамические или стеклянные. Если вы не совсем хорошо разбираетесь в том, какому виду относится ваша орхидея, можете посмотреть либо ее название на таких бирках, когда покупаете, и посмотреть в интернете, к какому виду она относится. Либо, когда вы их уже покупаете в магазине, вы можете всегда отличить именно по технологическому горшку, в котором она продается. То есть, если орхидея продается в таком прозрачном горшке, значит и жить она будет в таком же прозрачном горшке, ну, может быть, более красивым технологический горшок. Но тем не менее, то есть, если вы видите, что ваша орхидея продается в прозрачном горшке, значит и подбирать ей нужно горшок или кашпо, пропускающий свет. А если, допустим, орхидея у вас, вот как здесь у меня анцидиум, продается в непрозрачном горшке, значит и расти она может в любом горшке, непропускающем свет. Подбирайте обязательно правильное кашпо для ваших любимых домашних орхидей А в следующем ролике я обязательно вам расскажу, как же отличается грунт эпифитных орхидей и литофитных орхидей И как его правильно выбрать Всем пока!